В Московской области в соответствии с постановлением губернатора региона с 1 мая введен особый противопожарный режим. В этот период усиливается контроль за противопожарной обстановкой. Кроме того, в соответствии с региональным законом о благоустройстве на территории Подмосковья запрещено выжигание травы и разведение костров, не предназначенных для этого в местах леса, в период с 15 марта по 15 ноября. Однако не все соблюдают правила. Возгорания в последние дни участились. По статистике, 30% пожаров происходят в садовых товариществах. Как доложил начальник Сергея Посадского пожарно-спасательного гарнизона Виктор Авдонин, в районе расположены СНТ, которые не попадают в так называемую зону прикрытия. В Сергеево-Посадском районе, как и во многих других районах Московской области, имеется более сотни удаленных СНТ и населенных пунктов, которые не попадают под прикрытие подразделениями пожарной охраны. Это имеется в виду под 123 ФЗ, где время прибытия составляет в сельской местности до 20 минут, в городских поселениях до 10 минут. Значит, проведя анализ, исходя из расписания выездов наших подразделений, мы установили, что касаемо именно СНТ, у нас попадает в перечень 179 таких объектов. То есть из 623, которые у нас есть в реестре записанного вестяне, 179 попадают под те, в которые подразделения пожарной охраны в соответствии с регламентом прибыть не успевает. Необходимость добровольных пожарных формирований очевидна. Как говорят специалисты, добровольцем может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста и годный по состоянию здоровья. Сейчас правила создания пожарных дружин упростили. Подобные подразделения не обязательно привязывать к объекту или местности. Если мы берем садовое товарищество, то люди, которые приезжают туда на лето, на выходные дни, их вполне можно зарегистрировать как быпровольцев, возложить на них определенные функции и обязанности. Они не такие сложные, как я вам скажу. Это не обязательно тушение пожаров, это достаточно каких-то профилактических мероприятий, в том числе и сообщение о пожаре, встреча подразделения пожарной охраны. В ближайшее время в поселение будет направлен список территорий, которые не попали в зону прикрытия и рекомендации к проведению общих собраний садовых товариществах. Кроме того, выписаны распоряжения в отношении пяти районных поселений, где есть населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров. Все будут проверены вместе с СНТ. Требования, что для населенных пунктов, что для СНТ, они почти одинаковые. Первое, основное, это система оповещения, который вопрос уже поднимался пять лет назад, с 2010 года, обязательно. Второе, это непосредственно наши водоисточники для цели наружного пожароснушения. Много вопросов по ним возникает, либо их отсутствие, либо невозможность забора воды пожарными подразделениями. Ну и, соответственно, наши дальнейшие требования, это начиная с поседателя, начиная с обучения, с пожарных счетов, с проездов по территорию СНТ, соответственно, с количеством въездов-выездов, которые периодически перекрываются. Ну и также не забывайте, что есть наши требования и правила против пожарного режима, и 123-го федерального закона, технического регламента о требовании пожарной безопасности, что в СНТ у нас с вами должна быть минимумно-переносная мотокомпа, это в зависимости от количества участков расположенных на СНТ, и вплоть до перевозной даже. Поэтому это идет градация именно по количеству участков, положенных в этой территории СНТ. Поэтому все эти требования отражаются в предписаниях, соответственно, в предписаниях выдаются председателям. И вследствие чего у нас следует административное наказание. Поэтому здесь хотелось бы через вас довести до наших председателей, что лучше, скажем так, деньги наших участников, членов садоводства, изначально тратить целенаправленно на мероприятия, которые поможут выполнять, и которые у нас прописаны все неправильно, нежели потом мы их будем тратить на штрафы и на все остальное.